Друзья, против нас в нашей стране ведут войну, циничную психологическую войну, засеивают телевидение и интернет лживой пропагандой, сталкивают оппозицию между собой, разжигают рознь между людьми и целыми странами. Да и Россия единственная страна в мире, которая реально способна превратить США в радиоактивный пепел. Кто это делает? Наверное, Трамп. Ну или сами скажите кто. Зачем им, Белому дому, это нужно? Все просто, они усиливают нашу разрозненность по политическим взглядам, отвлекают людей от их реальных проблем. Ни одна страна в мире не тратит такие огромные деньги с бюджета, чтобы по государственным каналам обсуждать проблемы других стран годами, абсолютно не касаясь собственных. Понятно, что вся наша оппозиция нашла себе пристанище в интернете, так как там самые разносторонние и демократичные ресурсы информации. Но и это Трампу показалось неправильным, и потому решили превратить интернет в современное телевидение, пользуясь скрипоносным словом «суверенизация». Поэтому, возможно, и здесь кислород скоро перекроют. Что мы предлагаем? Поскольку мы не прославленные режиссеры, чтобы выступать по 40 минут на федеральном канале в окружении икон и телефонов, мы предлагаем более аскетичную, простую площадку. Но зато она позволит выразить вам свое мнение, свободно общаться и находить единомышленников. Она равна абсолютно для всех адекватных людей, независимо от политических взглядов или иных убеждений. Это площадка всеобщего протеста против пенсионного геноцида, роста цен на топливо, против повышения налогов и цен на услуги. За чистую демократию и сменяемость власти. Только массовый регулярный протест прекратит войну против нас и заставит нас не просто слышать, но и считаться с нами. Друзья, мы предлагаем всем объединиться и двигаться сонаправленно в интересах народа и России. Давайте вместе наведем порядок в нашем общем доме России и Новосибирске. Для этого мы можем объединиться на дискуссионной площадке регулярных митингов, которые мы организуем в Новосибирске, а вы можете организовать в своих городах. Объединение возможно на паритетных условиях совместной борьбы за интересы народа против коррупции и антинародных законов. Мы не должны и не можем объединяться под чьи-то меркантильные и личностные интересы. Только сонаправленные действия. И более того, любой, с кем мы еще вчера вместе выходили на митинги, может стать нашим врагом, если займется грязными делишками и коррупцией. Мы приглашаем всех на регулярные митинги каждый последний четверг месяца с 17.00 до 18.30. Следующий митинг будет 30 мая, о месте мы сообщим дополнительно. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и не забывайте нажимать колокольчик.